Сегодня мы рассмотрим, как решать второе задание расчетно-графической работы, которое называется «Равновесие системы тел». Для этого мы возьмем учебник Диевского, задание С3, номер 4. Для представленной на схеме составной конструкции найти реакцию опор, размер указан в метрах, весом элементов конструкции пренебречь. Значит, выписываем, что нам дано. В данный момент 42 кНм, распределенная нагрузка 15 кНм, F – 20 кНм. Рисуем схему. Подвижная опора B, сила F, момент, распределенная нагрузка. Шарнир для габариты – 2 метра, 6 метров, 1,5 метра. Смотрим на эту балку. Сколько здесь у нас неизвестных реакций опор? На неизвестных реакций опор – 3. В жесткой заделке 3 реакции по оси Х, по оси У и моменты. В подвижной опоре, в подвижном цилиндрическом шарнире, одна реакция. Итого у нас 4 неизвестных реакции. Мы можем составить 3 уравнения равновесия. Из 3 уравнений равновесия 4 неизвестных мы найти не сможем. Но здесь у нас есть шарнир. Мы можем разделить нашу балку по шарниру на 2 части. Рассмотреть равновесие каждой из двух частей. Итого для одной части мы составим 3 уравнения равновесия. И для другой части мы составим 3 уравнения равновесия. Итого 6 уравнений равновесия, из которых сможем найти 6 неизвестных реакций. Откуда 6? А в шарнире еще добавятся 2 реакции. Итого было 4 плюс 2 – 6 реакций. Разделим нашу балку. Рисуем левую часть. Покажем реакции шарнира YD, XD. Покажем реакции в заделке Y, X, момент 2 метра. И правая часть балки. Нагрузка. Реакция RB. И покажем реакции в шарнире D. XD справа, YD справа. Габариты 6 и 1,5. Почему реакции для правой части приложены зеркально? Потому, чтобы при соединении в единую балку эти реакции могли скомпенсировать друг друга. В соответствии с аксиомой равенствия действия и противодействия. Теперь для левой части мы составляем 3 уравнения равновесия. И для правой части составляем 3 уравнения равновесия. Левая часть. Ось XY выбираем традиционно. X права, Y вверх. Правила знаков для момента против хода часовой стрелки плюс. Составляем. Проецируем все силы на ось X. Что здесь у нас есть? XA плюс XD равняется 0. На ось Y нам необходимо заменить распределенную нагрузку действия со средоточной силы Q1. YK с знаком плюс минус Q1 плюс YD равняется 0. Сумма моментов на сеть на точке А. Сила Y не создает момента на сеть на точке А, потому что плечо равно 0. Сила Q1 создает момент, направленный по ходу часовой стрелки. Значит, со знаком минус Q1 умножить на плечо 1 метр. Сила YD создает момент со знаком плюс YD умножить на 2 метра. Сила XD момента не создает, потому что линия действия силы XD проходит через центр момента. Ну и MA плюс MA равняется 0. Отдельно можем посчитать, чему равняется Q1. Q1 равняется произведению интенсивности на линию действия. Интенсивность у нас 15 кН на метр. Линия действия 2 метра. Составляем уравнение равновесия для правой части. Сумму моментов возьмем на сеть на точке D. Профессируемость и силы на 8X будет минус XD. Да и все, больше сил проекса на оси X действующих на правую часть балки нет. Заменим действия распределенной нагрузки действием со страточной силой Q2. Сила Q2 приложена в центре тяжести прямоугольной нагрузки. Значит, на ось Y у нас минус YD минус Q2 плюс RB минус F равняется 0. Сумма моментов тяжести на точке D, тяжести на шарнире D. Момент силы XD, YD создавать не будут, потому что плечи равны нулю. Линия действия этих сил проходит через шарнир, через точку D. Q2 создает момент, вращает нашу балку вокруг шарнира по ходу часовой стрелки. Значит, знак минус. Плечо половинка от линии действия 3 метра. RB вращает против хода, значит, со знаком плюс. Плечо 6 метров, плечо это кратчайшее расстояние от линии действия силы, линия действия силы RB. Вот, кратчайшее расстояние 6 метров. Момент вращает нашу балку по ходу часовой стрелки, значит, минус. Сила F вращает нашу балку вокруг точки D по ходу часовой стрелки, значит, минус. На плечо 6, плюс 1,5, 7,5 метров. Посчитаем, чему равняется Q2. Q2 равняется интенсивность умножить на линию действия, интенсивность 15. 15 умножим на 6 метров. 15 на 6 метров. 90 килоньютон. Далее. Смотрим. Нам необходимо решить 6 уравнений равновесия. Пронумеруем их. Ну, очевидно, из первого уравнения из первого XA равняется минус XD, а из четвертого уравнения XD равняется нулю, значит, XA равняется тоже 0. Килоньютон. Дальше смотрим. Вот из шестого уравнения можем найти RB. РБ. РБ равняется 3Q2 плюс момент плюс 7,5 F делим на 6, подставляем 3 умножить на 90 плюс 42 плюс 7,5 умножить на 20 делим на 6 получаем получаем ответ 77 кН проверим себя с 3 номер 4 РБ, все верно 77 кН промежуточный ответ верный значит РБ нам известно дальше дальше РБ мы можем подставить уравнение 5 и получить YD пишем из 5 уравнения что у нас YD равняется минус Q2 плюс РБ минус F разделен на единицу можно было не писать по привычке написал дробь поставим цифры минус Q2 минус 90 РБ плюс 77 значит плюс 77 минус F F по условию 20 равняется минус 90 минус 20 минус 110 минус 110 плюс 77 будет минус 33 минус 33 минус 33 проверим в ответах минус 34 ответа YD нет хорошо YD мы нашли значит дальше можем поставить во второе уравнение найти Y Из второго уравнения Y равняется Q1 минус YD. Q1 у нас 30, минус минус 33, 66 километра. Проверим ответ. Всегда нужно, если есть ответы, надо проверять ответы, чтобы зря не тратить время Y, конечно же, 33. Утого ответ 63. Дальше. Y мы с вами нашли. Осталось найти... А, осталось найти момент. Для того, чтобы найти момент MA, нам надо знать YD. YD мы знаем, значит, из третьего уравнения. MA равняется Q1,1 минус 2YD, Q1,30 минус 2 умножить на минус 33. 30 минус на минус плюс, плюс 66, 96 километра на метр. Это момент заделки. Проверяем ответ. Момент заделки до 96 километра на метр. Выполняем проверку. Проверка заключается в составлении уравнения равновесия для исходной балки. Какой здесь нюанс? Когда мы соединим две части в единую балку, реакции YD и XD слева и справа скомпенсируют друг друга. И здесь реакции шарнира будут равны нулю. Вставляем уравнение равновесия для исходной балки. Сумма FKX равняется нулю. Сумма FKY равняется нулю. Сумма моментов относительно любой точке, в данном случае точка А, равняется нулю. Покажем реакции заделки. Это у нас YKXA. Момент. Момент, причем сохраняем направление момента. Момент, да, и РБ. Направление всех реакций сохраняем таким же, как и на левых и правых частях балки. Значит, на ось X, что у нас? XA со знаком плюс. Да и все. На ось Y. YK. И все. Здесь у нас есть распределенная нагрузка. Мы ее заменяем действием сосредоточной силы, приложенной в центре тяжести нагрузки. Это Q большое. Минус Q большое. Плюс РБ. Минус F. Равняется нулю. И сумма моментов относительно точки А. YKXA момент не создает. Момент MA берем со знаком минус. Так как вращает. То есть, почему минус? Плюс. Плюс так как вращает против хода часовой стрелки. Q. Сила Q. Создает момент со знаком минус. Так как вращает по ходу часовой стрелки относительно опоры А. По ходу мысленно фиксируем в точке А. Значит. Со знаком минус. Минус Q. Плечо. Вся распределенная нагрузка у нас длиной 2 плюс 6, 8 метров. Плечо будет половинка от 8, 4 метра. РБ будет вращать нашу балку относительно точки А. Относительно опоры А. Против хода часовой стрелки. Значит плюс. Плюс РБ. Плечо 8 метров. Момент вращает по ходу часовой стрелки. Значит со знаком минус. Момент ни на что не умножаем. Это сам по себе момент. Силаев будет вращать по ходу часовой стрелки со знаком минус. Момент на 2 плюс 6 плюс 1,5. 9,5 метров. 9,5 метров. Ну и подставляем цифры. Должны получить каждое из уравнений равное нулю. Ну икса. 0. Икса у нас 63 минус Q. Q. Состроточная сила. Интенсивность. 15 к ньютон на метр умножить на линию действия на 8 метров. Минус 15 на 8 метров. Для тех кто не понял. Можно вот здесь записать. Q равняется Q на L. 15 умножить на 8. Сколько будет? 80 плюс 40. 120. РБ. РБ у нас плюс 77. Плюс 77. F минус 20. У меня это 0. Ну, убедимся. 63 минус 120 плюс 77 минус 20. 0. МА. 96. Минус 120 на 4. Плюс РБ. 77 на 8. Минус М42 минус F20 умножить на 9 с половиной. Считаем. 96. 20 умножить на 4. 77 умножить на 8. 42. 20 умножить на 9. 5. 0. Каждое из уравнений получилось равное нулю. Значит, задача решена верно. Благодарю за внимание. Успехов в обучении. Благодарю за внимание. 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 Продолжение следует...